Приветствую вас, друзья! Меня зовут Михаил Теремков, и сегодняшний видеоролик будет посвящен реставрации интересной старинной мягкой мебели. Где-то примерно три месяца назад на канале уже выходило подобное видео, тогда я реставрировал немецкий стул 60-го года. Вот здесь вот будет ссылочка, если интересно, можете зайти посмотреть. Значит, сегодня ко мне в руки попала не менее интересная модель. Это чехословацкое кресло, в простонародье называется ракушка, но подлинное его название Vertex. Оно было придумано чехословацким дизайнером в 1959 году и впоследствии стало символом чешского дизайна. Первое мое знакомство с этим креслом началось где-то три года назад. Тогда мне принесли несколько экземпляров на реставрацию, но посмотрев, я отказался просто потому, что слишком было много вопросов. Когда я увидел вот эти вот округлые формы, как это все сшивается, я не знал, поэтому решил не браться и отказался. Далее эта модель кресел была замечена мной в одном очень известном биографическом фильме Высоцкий, спасибо, что живой. Они стояли там в одной из гостиниц, в которой находились главные герои. И в 2019 году я находился в Чехии на экскурсии в одной фабрике, которая занимается реставрацией и производством мягкой мебели. Там я видел очень много вот таких вот ракушек, уже отреставрированных. И тогда я спрашивал у ребят, в чем секрет, как правильно сшивать вот эти вот в этих местах ткань. Но тогда мне никто ничего не ответил. И вот сегодня, спустя год, мне опять принесли такое кресло. Я решил все-таки изучить этот вопрос и отреставрировать его. В сети есть достаточно много информации по ремонту этих кресел. Однако какого-то внятного и подробного мануала я так и не нашел. Поэтому решил сделать его сам. В чем особенность этого кресла? Дело в том, что верхняя часть сделана из стекловолокна. Поэтому работать степлером здесь не получится. Ровно так же, как и не получится взять старые детали, выкроить по ним новые, сшить, все полностью на машинке, потом просто натянуть, как бы да, и все готово. Так тоже не получится, поскольку оно имеет вот такую нестандартную форму. Поэтому здесь нужно будет на машинке из четырех деталей сделать две, попарно, верх и низ, а потом эти две большие детали с помощью ручной иглы вот так по контуру прошить. Предварительно, соответственно, нужно будет все это очистить, наклеить сюда поролон, ну и потом уже работать непосредственно с тканью. Весь этот процесс я покажу на видео. Что касается ножек. Ножки у нас сделаны из бука. Их я отвезу в столярную мастерскую, где их приведут в надлежащий вид. Итак, что по деньгам. Вообще эти кресла не являются какой-то редкостью, и на Авито кресла в таком состоянии начинаются от 5 до 10 тысяч. В принципе, можно приобрести. Сумма за конечный вариант начинается от 25, ну и до бесконечности. Причем на зарубежных ресурсах можно найти такие экземпляры и по 2, и по 2,5 тысячи долларов. Заработать на реставрации такой мебели можно только лишь в том случае, если вы знаете, кому это продать. И в основном эти вещи делаются под заказ, исходя из критериев заказчика. Это цена материала, ну расцветка, там цвет ножек и все остальное. Сейчас я приступаю к работе. Первое, что мне надо будет сделать, это снять старые чехлы и зачистить кресло от старого поролона. Я буду это делать в другой мастерской, поскольку поролон очень неприятно пахнет, он очень липкий, и он сразу запачкает стол и пол и все остальное. Поэтому отвезу его в другое помещение, более грязное, чем это. А затем привезу сюда, и здесь мы уже будем делать все остальные действия. Я постараюсь сделать видео максимально информативным и снять максимально красиво. Насколько смогу. Все, погнали! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...